Нет, 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 не надо. Оль, ну доброе утро. Доброе утро. Я прошу прощения, сейчас секундочку. Да, да. Оль, ну я предлагаю нам так построить разговор наш. Я вам сейчас задам пару вопросиков и потом расскажу о сути нашего проекта. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, в настоящее время чем вы занимаетесь? Оль, не расслышала, так плохо слышно. Еще раз скажите, где сеть магазинов? В Активу. Ага. А в Активу. Я из Донецкой области, город Курахово. Ой, в Активу. Да, знакома. Вот видите, как мир такой тесный. Да, друзья недалеко живут там, в Новоселке. Конечно, это совсем рядышком. У нас тут 10 минут езды, 15 минут. Вот, видите, какой. Ну, у меня там друг живет. Вот, видите, как. Все рядышком. Мы просто, мы встречались в Активе. Мы как раз сидимся на шуху на Кляхова. Поэтому что-то так запомнилось. Вот, видите, как рядышком. Оль, а эта сеть магазинов не обувная? Обувь? Нет, нет, это продуктовые, огромные магазины, институты такие. Ага, все, понятно. А я вас уточняла, вы преподаватель, да, наверное, учились где-то на преподавателя. Я закончила педагогическое училище сначала на воспитателя дошкольника. И в полчаса закончила методик психолог дошкольного возраста. Представляете, это у меня первое образование точно такое. Только славянский пединститут. Понятно. Ну, вы видите, как наши дороги пересекаются, параллельно идут. Понятно. Оль, теперь следующий вопрос. Вот такой, скажите, вот независимо от должности, которую вы там занимали, работая там, 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 вы по натуре больше себя бы отнесли к людям, которые, ну, организаторы, руководители, скажем так, или исполнители? Наверное, больше организатор. Руководитель. Да. Ну, я вот смотрю по фотографии, просто вот вижу реально человек, который может организовать вокруг себя что-то и кого-то. Ну, в приеме всегда такой болезненный характер. Замечательно. Вот. И последний вопрос, Оль. Скажите, вы когда-нибудь задумывались о собственном деле? Ну, чтобы не на кого-то работать, сами понимаете, да, по найму много... Я работала сама на себя, но немножко так, по всеми институтам пришлось застыть. Понятно. Все, то есть даже опыт предпринимателя у вас есть? Нет. Отлично. Ну, теперь я вам расскажу о нашем проекте. Проект у нас называется «Центр развития предпринимателей «Триумф». Ну, само название за себя говорит, да? Мы помогаем заинтересованным людям создавать собственный бизнес, не выходя из дома, как говорится, в интернете. При этом используя наши бесплатно все наработки, опыт и технологии уже проверенные. И что самое важное, Оль, без рисков для денег, то есть, вы сами понимаете, когда открываешь предпринимательство, много рисков разных для денег, да, то товар не ушел, то пропал, то еще там что-то всякое такое вот бывает. А у нас вложений, вложений нет в бизнес, то есть, специально рисковать, ну, специальных вложений нет, рисковать вы не будете. Дальше. Для того, ну, сами понимаете, работая в интернете, должен быть какой-то продукт, какой-то должен быть результат, потому что воздух гонять, это же только финансовые пирамиды могут. Вот. И мы работаем в партнерстве, я лично сама уже 15 лет работаю в партнерстве с европейским известным косметическим брендом компанией «Рифлейм». Наверняка слышали 100%. Да, тогда, да. У вас есть какие-то отношения с этой компанией? Может, брали продукцию, может, консультантом были. Продукцию, да. Брала продукцию, но у меня немножко не сложилось, меня любили на их продукцию. Прям на всю, Оль. У нас 1500 наименований. Из тех, которые я брала, мы подошли, не делили, ни крема, ни косметика уже не подошли немножко. Ну, мы, ну, знаете, в принципе, сейчас вопрос не о продукции, об этом мы с вами поговорим более подробно, если вас заинтересует вообще наш проект, потому что на самом деле, ну вот за 15 лет работы, Оля, я вам хочу сказать, у меня была компания, аж очень дорожит своим брендом. И есть такое, как везде, в любом, ну, скажем, продажах, в любых продажах, и клиент имеет право вернуть товар с определенным значком, что продукт не подошел. И вот, Оль, за 15 лет у меня было два таких продукта всего, два продукта, которых клиента, у меня очень много было когда-то клиентов на старте и все такое. Вот, и всего два клиента вернули. Одному не подошел крем, действительно не подошла серия с ретинолом, а другому не подошло, я уже, честно говоря, не помню, или тушь, или, ну, что-то такое, вот, для глаз не подошло, или тени какие-то жидкие. Ну, у человека, знаете, у некоторых и на молоко аллергия, и на мед, но мы же кушаем это. Вот, это вот за 15 лет, поэтому то, что вы мне сейчас сказали, ну, меня просто удивляет и гель, и крем, потому что... Вот, я брала, не, для душа я брала, и буквально после душа я вылезла, прошло минут 10-15, и начался зуб. Ага. Вот, как помните, вот, это первое, что, урод, с чем я столкнулась. Я была очень удивлена, я снова залезла в душ, я опять обманулась, но зуб у меня был дня три. Потом этот гуд перешел, вот, в немелкие, такие ощущения, что, ну, тело покололи и гелочки у нас. И через неделю только у меня это все прошло. Оля, а какой был гель, можете вспомнить, и где вы его брали? Я его брала, у нас детские ночи, есть, ну, и девочки у нас уходят, но я брала именно на офисе. Просто, ну, я работала, и у нас, ну, на одном этаже у нас девочки арендовали. Ага. Ну, вот, прошла неделя после того, как он в петлю шел, сын у меня купался этим гелем превосходно, он его так и допользовал, он уж тоже использовал. Я через неделю уже, когда все прошло, я еще раз помылась, но только не вся, а специально просто намылила одну руку. Ага. Уже так, вот что-то я сразу на него и подумала. И, честно сказать, именно эта рука, которую я намылила, она опять у меня была обсыпана. А что был за гель, Оль, что за гель был, вы не помните? Я не помню, это было лет пять или семь назад. Ага. Ну, лет пять, наверное, назад. Да, потому что это я еще с мужем была, еще с индуарем не был. Ага. Руки мои использовали, чтобы я не возвращала ничего. И в то же время я взяла тушь и взяла жидкие пинуты. Вот их название было, включится в голове. Ну, в Иреми, в Джордане, в Сирии. Я не подметила, это надо у крестников спросить, она ей использовалась. Ага. Не, взяла тушь. Тушь мне довольно редко, которая подходит. Сейчас я говорю, я пользуюсь Макфастера, она сейчас подходит. А вот та тушь я нанесла. Прошло буквально, наверное, час, и у меня начали опухать веки. Удивительно. Я ее быстренько, молочко, сняла. И у меня есть принесление, ну, мне с Италией привезла подруга специально ваннули молочко, такая жидкость противоаллергенная. Вот когда ее протираешь, вот когда пользуешься, новую косметику я протерла, и оно буквально через полчаса сходит, это все. И я быстренько, это было хорошо, я дома, я обучала новую косметику, мы начинаем пробовать, когда я думала, выходная. И вот я это все смела, промыла, оно все прошло, я позвала к Рейклусу, говорю, дорогая, держи. Она посмеялась, и тоже через неделю, я, наверное, ее все раз попробовала, что та же самая не особо была. И была... Оля, а где вы тушь брали, тушь где брали? Тушь, тушь у девочек на офисе. Ну, я не хочу ничего плохого сказать, вообще такие реакции чаще бывают с просроченным товаром, ну, чаще бывают, я даже такого не слышала. Но бывает, что аллергия у людей на какие-то ингредиенты есть. А у меня вопрос к вам, скажите, кроме продукции Арифлейн, какие-то другие продукты, других фирм, других, вызывают у вас какие-то реакции? Да, 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 я вообще не ею по жизни, понимаешь? А, ну, все понятно, все понятно, Оля. Да, 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 я претензий к фирме не имею вообще никакую. Я аллергия, я ужасно реагирую на очень много вещей, поэтому... Оля, а вы, вот смотрите, когда покупали тушь, вы не говорили консультанту о том, что у вас аллергия вообще, что вы аллергетик? Я говорила, она мне сказала, что она не будет вызывать аллергии. Ну, я подошла к девочкам, сказала, девочки, если у вас предупреждают, что у человека аллергия, не бывайте. Да, вот я просто... Она не предложила вернуть, то я сказала мне, у меня есть крестница, которая дает, и все, и все. Ага, Оля, я к чему хочу, ну, вот это, я поняла, девочки очень правильно, корректно себя повели, молодцы. Да, 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 да. Вот, я просто хочу сказать, что есть у нас специальные туши, гипоаллергены для чувствительной кожи. Я вспомнила, просто клиентка у меня была, у нее очень... Почему я вас спросила, есть ли у вас на что-то вообще другое? Если вы просто аллергетик, есть туши специально, офтальмологами проверенные, специально для очень чувствительных глаз, отдельная тушь. Ну, все надо через тестирование. Оль, ну, вот смотрите, ну, вот вам так попалась, в общем, такая реакция, не очень хорошая на какой-то продукт. Но я уверена, что, ну, в ассортименте полторы тысячи обязательно найдется продукты, которые вам понравятся и полюбятся. Вопрос не в продукте, Оль. Потому что я к вам обратилась не как к человеку, который меня заинтересовал как продавец, консультант с продуктом. Потому что именно консультанты, продавцы, они зарабатывают разницу от продаж небольшую и на этом все. Экономия для своей продукции, можно так сказать. А я вам предлагаю немножечко другую работу. Это организаторская работа, я вас не зря спрашивала по поводу ваших организаторских способностей. Вот, это использование, с использованием маркетинг-плана компании, создание крупных товарооборотов от 70-100 тысяч гривен в месяц. То есть, понимаете, самому бегать с кошелкой это не продадите. И, соответственно, вы с таким товарооборотом зарабатываете гораздо больше. Ну, приблизительно, так скажем, 10% от товарооборота, о котором я вам сказала. Здесь 7 тысяч, там, 7 тысяч получаете в 3 недели. Еще хочу сказать, компания выплачивает, выплаты делает на банковский счет каждые 3 недели. Мне это очень нравится. То есть, 17 раз в году у нас зарплата. Вот, теперь по поводу создания товарооборота я вам хочу сказать. Этот товарооборот, как вы поняли, не ваш личный. Это товарооборот вашей организации. То есть, людей, которых вы пригласили. Но здесь приятная новость. Мы работаем в проекте командою. То есть, приглашаем. Вот вы пришли в проект. Вы в нашем проекте 95. 96 будет человек, который пригласил кто-то с команды другой. И он, этот человек уже у вас. Я пригласила 97, 98. И те все люди, которые под вами в организации. Это считается ваша команда. Пока вы проходите стажировку, обучение, стажируетесь, пробуете все. У вас уже растет организация. Потом вы включаетесь в работу. И ваши люди, которых вы уже находите, обучаете, сопровождаете тоже в этой командочке. И вот от товарооборота людей, которые приходят в организацию, в большей степени мы приглашаем людей, которые заинтересованы в зарплате. И одно из условий, это товарооборот через личный кабинет, через совместную покупку на начальном этапе. Когда люди приходят зарабатывать, лишних денег нет. Набирать товар, бегать, продавать и все такое. Для этого мы обучаем делать личный товарооборот, совместную покупку через кабинет. Ну, например, вот как девочки делают. Если это мамочки, они изучают тему wellness. У нас очень хорошие продукты по wellness. У нас у витамины рыбий жир, 5-ступенчатая очистка для детей, для взрослых. У меня вот мама пьет, внук в первый класс пошел. Он давным-давно у меня с 9 месяцев пьет омегу. Он 7-месячный у нас. Вот. Ну, такой активный мальчик. Вот. То есть девочки работают с этим продуктом. Своим деткам берет осень, сами понимаете, легче профилактикой заняться, чем дитя потом колоть и все такое. И 2-3-4 подружки берут у нее витамины с ней вместе. Она не бегает с каталогом. Ее основная работа за компьютером, работа с людьми. Поиск, привлечение, обучение людей. Если это взрослые, зрелые женщины серии по уходу за лицом, она изучила эту тему, разобралась. У нее 2-3-4-5 там клиентов своих, которым это интересно. Кому подходит. То есть это совместная покупка на начальном этапе. Оль, потом, когда вы выходите на зарплату, я уже давно на зарплате от компании, естественно, я не ищу совместную покупку. У меня большая семья. Все купаются, моются, витамины. Я это легко в первый день каталога делаю. И все. И закрыла этот кабинет. И меня больше продукты не интересуют. В том плане, что надо где-то найти чего-то. То есть потом, со временем, вы берете просто для своей семьи, потому что вам эти продукты уже на том этапе, на котором вы начинаете получать зарплату, они еще на 50% мало того, что 20% скидка, еще на 50% дешевле. Понимаете? То есть вообще очень доступная цена этих продуктов всего. Поэтому, естественно, если я работаю с таким продуктом, у меня все подарки, у меня все в доме, естественно, мне выгоднее брать в этом магазине. Потому что мало того, что я возьму с хорошей скидкой, мне еще на это, этот мой личный товароброд считается групповым. Понимаете, Оль? Поэтому я очень заинтересована только в своем брать. Чего я пойду куда-то зубную пасту брать в семью или крем для рук маме себе где-то. Если я возьму у себя, мне еще это на это и премия начисляется. Ну вот, в принципе, общее представление. Основные деньги, растущий доход, о котором я говорила, вы будете получать за счет выращивания директоров. Директор это человек, который научился делать товароборот в 7,5 тысяч и потом учит других людей этому. Вот от этого, Оль, самые хорошие растущие зарплаты. Почему я вас спрашивала, преподаватель вы не преподаватель? Чтобы объяснить на простом примере. Это как вы закончили школу золотой медалью, потом закончили институт и пришли, взяли класс. И за то, что вы в своем классе выпускаете медалистов, вы пожизненно получаете процент от их товароборота. Вы их выучили, они уже год, два, три, пять, вы с ними не работаете, они самостоятельно развивают свой бизнес. Но вы пожизненно каждые три недели получаете доход от компаний за то, что вы их вырастили. Понятно? От товароборота их. Вот, поэтому очень, ну, если вы не сталкивались с сетевым маркетингом и маркетинг-планами, может быть, вам сейчас сложновато понять. Но это у нас уже будут, скажем так, более такие обучающие встречи. У нас система обучения есть, все есть, инструкции, видео, печатный материал, все абсолютно есть. То есть, если человеку интересно это, то тут полное сопровождение, единственное, чтобы у него было время и желание этим заниматься. Потому что, Оль, мы никогда не уговариваем людей, не на начальном этапе, вот как мы сейчас с вами беседуем. Это ваше дело. Я дала вам информацию, и сейчас я вам дала информацию гораздо больше, чем кому-то даю. Обычно я разговариваю 5-7 минут, рассказала общее представление и сбрасываю информацию. Не знаю, почему вы мне симпатичны, почему-то мне хочется с вами работать, поэтому даю чуть-чуть больше вам. Поэтому, Оль, предложение мое, ну, вот вопрос сразу к вам. Вам это интересно? Мне интересно интересно. Ну, почему нет? Конечно, почему и нет? Тем более, вы говорите, зимнее время дома, можно сериалы и новости смотреть, а можно с пользой для дела, развиваться для себя лично, да еще и зарабатывать с этим. Правильно? Ну, просто, просто, я 3 дня работаю. Да, я работаю с 7 до 11 вечера, ну, с 7 утра до 11, вот 3 дня я выпадаю, а 3 дня у меня свободно. Ну, отлично, отлично, отлично. Отлично, Оль, какой план действий наш тогда, смотрите, мне надо ваша почта, есть у вас электронный адрес? А, нет, она закрыта. Ага, ну, хорошо, тогда я вам сброшу сюда информацию, информацию сброшу на страничку, вот. А, это не можно вообще сюда, чтобы я узорвалась и восстанавливала ее. Хорошо, хорошо, ну, хорошо, это не сложно. Как-то тяжело, последние 2 года я не пользовалась, я не восстанавливала. Ну, это не сложно, все, в принципе, нам потом пригодится, мы сделаем новую почту, наджимали, в общем, для работы инструменты, потом я все у вас научу и расскажу. Я вам тогда сброшу, 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 первое ознакомительное письмо, у нас всего 3 письма, первое ознакомительное письмо, вы просматриваете и знакомитесь. Мы сейчас с вами договоримся, когда мне позвонить вам после просмотра, чтобы мы обсудили, какие у вас вопросы, сомнения, возражения, переговорили, и потом следующее письмо, и подключаемся к работе, потихонечку начинаем стажировку. Оль, хочу сказать вам, что вы на любом этапе можете оставить это дело, если вам там что-то не понравится, мы переговорим, что-то не устраивает, это вас абсолютно ни к чему не обязывает, стажировка. Да, у вас остается дисконтная карта компании, вы можете спокойно у своих девочек там на свой номер брать, а за вами будет расти организация, ну, несмотря ни на что. Хотите вы работать, не хотите, она будет расти, и все. Ну, пройдет какое-то время, я вам напомню, если вы уйдете, я скажу, Оля, у вас уже полторы тысячи, уже пять тысяч. И потом люди, как правило, ой, говори, что делать, рассказывай, быстренько включаюсь, хочу, хочу. Предлагаю изначально включиться, разобраться и зарабатывать. Хорошо, попробую. Хорошо, Олечка, завтра, когда мне можно позвонить, завтра вы работаете, свободны? Да, на три дня заступаю, да. Хорошо, давайте я вам сейчас сброшу, вы сейчас сильно заняты, чтобы мы могли вечером переговорить с вами, и все, и потом вы на три дня уйдете, и будете уже там размышлять в голове, там что-то думать, и все такое. Вы, наверное, сбрасываете сейчас, я через сейчас зайду, посмотрю. Хорошо. У меня цель, у тебя в компьютере просто сидит, я не буду его гонять. Хорошо, хорошо. Сейчас зайду. Хорошо, а вечером тогда в часико всем удобно будет, я позвоню? Да, 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 да. Все, отлично, тогда с 7 до 8, вы до скольки? Ну, я поняла, что вы долго не спите, я вас наберу, Оль, хорошо? Нет, перед работой я возила, сейчас я уже вложу. Все, с 7 до 8 набираю вас. Ну, он, хорошо.